Всем привет, с вами Андрей Санар. Очередные новости с производства. Ну, в принципе, нет никаких новостей. Все у нас тут рутинно, все как обычно. Делаем-делаем лодки. Вот, например, отличный маленький синенький красивенький байтботик, такой голубенький. Продолжают собирать лодку Гром. Лодка очень сложная в производстве, поэтому собирают ее несколько дней. Поэтому мы решили временно снять ее с производства до того, как сделаем Гром 2.0, который будет при тех же технических характеристиках проще для сборки и более красивый для вас. Он уже не будет иметь форму такого утилитарного утюга, он будет как красивый-красивый катер. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что он таким будет. Очередной корпус Варвара. Вы уже знаете, что он делается узкий, а потом, после того, как вставляется днище, он расширяется и напрягается так, чтобы стать жестким. Это собирается Гобот Уран. Нам очень понравились его ходовые характеристики. И теперь мы просто делаем последний штрих. Устанавливаем защиту днища из термополиуретановой пленки. Ставим дополнительные интерцепторы для еще более лучшего выхода на глиссирование, особенно в недогрузе и с кормовой центровкой. Кроме того, будут установлены дополнительные ручки и дополнительные ножки. Ну, то есть стремена, чтобы как-то держаться при очень-очень серьезных таких вот маневрах лодки. Лодка создана для самых жестких условий. Поэтому она будет в порогах ходить, волнение в двухметровое ходить. А вот этот Биг Фиш Пак не просто Биг Фиш Пак. Я решил сменить своего, как говорится, верного коня. У меня есть черный Биг Фиш Пак, который от начала сезона до сегодняшнего времени просто меня радует. Он меня возит на рыбалке. Прекрасная лодка. Но дело в том, что у нас уже сменилось поколение Биг Фиш Паков. Новый Биг Фиш Пак собирается по другой схеме. У него вот здесь, например, двойная линия, а не один шов, как на Биг Фиш Паке первого поколения. У него еще внутренние изменения есть. И все эти изменения направлены на улучшение его надежности и ходовых качеств. Чтобы в моих видеороликах у меня был самый современный Биг Фиш Пак, была сделана вот конкретно эта под меня моделька, этот конкретный экземпляр. Что здесь такого, что я специально сделал под себя? Это вот эта оранжевая вставка. Так-то он имеет зеленый такой защитный цвет. Но для того, чтобы была какая-то цветовая идентификация на воде, сделана оранжевая вставка на корме. И такая же оранжевая вставка сделана на носу. Кроме этого, специально оранжевого цвета сделана сидушка со спинкой. Это нужно для чего? Мало ли, куда меня занесет в такие места, где я не смогу оттуда сам выгрести, в какой-нибудь шторм попаду. Поэтому оранжевый цвет позволит как-то визуально меня идентифицировать с вертолета. Всякое бывает. Поэтому яркие цвета, я считаю, должны быть на лодке. В то же время сама лодка по цвету сдержанного зеленого цвета, как и положено быть всем рыбацким лодкам. То есть сочетаем классический зеленый цвет с оранжевыми вставочками. Кроме этого, вместо леера здесь сразу установлена система так называемого подвижного якорного монтажа. Вот сюда крепится якорь. И когда нужно, он может оттягиваться в любую точку на борту. Тем самым мы лодку можем расположить на воде как угодно относительно волны или ветра. Берите на вооружение, если вы хотите Big Fish Pack, так называемый Sonar Edition, то можете заказать его вот прямо в таком виде. Он будет, конечно, немножко дороже, потому что раскрой элементов с дополнительными цветами он менее оптимальный, чем раскрой лодки одного цвета. Вот у нас раскройочный как раз комплекс, который это все дело делает. Поэтому, скорее всего, этот вариантик будет на немножечко подороже. Но вариантик хороший. Если вы хотите покрафт редакции Андрея Sonar, то, пожалуйста, вот он. Вот такая лодка. Мне она очень нравится. И надеюсь, я сниму много-много роликов с рыбалки на этом замечательном покрафте. Здесь в процессе изготовления байтбот с сороковым баллоном. Очень мореходный вариант байтбота. Лодка с такими баллонами может использоваться даже в достаточно серьезное волнение на крупных водоемах. Вега в процессе оклейки бортов. Одним из преимуществ байдарки Вега является отличная защита надувных частей с бортов. Сверху днища и баллонов натягиваются специальные скуловые детали, которые защищают борт и скулы от какого-либо воздействия. Ну и кроме этого их главная задача создавать правильные обводы лодки. Вот эти детали, например. И если вы наедете на какой-то острый торчащий предмет и пробьете лодку в этом месте, то воздух не выйдет, потому что воздух заключен отдельно в баллоны, отдельно в днище. А вот здесь, за вот этой вот всей тканью, вот за этой вот бортовой тканью, там нет надувного пространства. Это пространство, например, вы можете случайно повредить, воздух не выйдет. Все будет хорошо. Прекрасный белый байтбот будущий. Сап-каяк. Уникальная штука, сочетающая в себе свойства доски сап и каяка. В отличие от доски, имеет кокпит. А сделано из того же материала, что делают и сапы, то есть из аэрдека. Получаются хорошие обводы, хорошие скоростные качества. Очень-очень красивый, прикольный дизайн. И в то же время имеется кокпит с самоотливом. Такая интересная разработка. Для любителей сапов однозначно советую. Место сварщика пустует. А почему оно пустует? А потому что сварщик устанавливает специальные элементы для того, чтобы клапаны держались надежно. И не было никаких негерметичностей в этой области. Это единственная операция, которая делается в сварном баллоне на клей. Да именно, приклеивание вот этого усиления. А здесь делается фартук для веги. Достаточно сложное на самом деле изделие. Не все так просто. Чтобы было сухо и комфортно. Та-дам. О, ужас, скажут те, кто у нас морщинки каждый любит считать. Особенно на байдарках варвар. Вот на этой самой лодке везде типа не складочки, а вот у донышка там вокруг днища одни-одни-одни морщиночки. Но это специальная регулирующая манжета для обеспечения подвижности днища. В общем, продолжаем работать, чтобы радовать вас нашей замечательной продукцией. С вами был Андрей Сонар. Всем пока!